Друзья, всем привет! С вами Вячеслав Витик. Многим зашла моя партия из титульного вторника, в которой я обыграл гроссмейстера Алла Напечёта. Да, и сегодня я вам покажу эту партию. Она действительно одна из лучших, сыгранных мною за последнее время. Логин соперника на Чискоме Плейте 3. Ну и так, на всякий случай отмечу, что у него 2628 в классику и 2600 в Блиц. Ну и поехали. Да, заодно покажу какие-то варианты, которые остались за кадром. Ну а те, кто не видел данную партию, к просмотру в обязательном порядке. Итак, я играл с чёрными фигурами. Понеслась Е4, С6, Д4, Д5, Е5, слон Ф5, конь Ф3, Е6. Мы вышли в защиту каракан. На мой взгляд, вариант связанный с ходом Е5. Сейчас это главная проблема чёрной защиты каракан. Следует ход слон Е2, конь Д7. Да, здесь разные есть вариации. Одно из основных продолжений также ход С5. Конь Д7, 2, 0, слон Ж6. Здесь тоже у чёрных приятный выбор. Есть схема, связанная с ходом А6. Дальше, как правило, конь Е7. Где-то даже ходят Ф7, Ж5. Но слон Ж6 всё-таки я применяю чаще. Следует ход А4, конь А6. А5, конь Ф5. С3, слон Е7. Б4, 2, 0, А6. Да, всё это встречалось. Но вот А6 уже, по сути, относительно новый ход. Я сыграл Б6. Здесь белые сыграли конь БД2. Видимо, не сильнейшее продолжение. Возможно, даже не точность. Хотя, казалось бы, развивающий ход. Дело в том, что здесь у чёрных одна из основных идей. Это провести ход Ф6. Да, стараясь разрушить перчатку белых. И помешать этому белые могли, сыграв, ну, например, слон Ф4. Полезный ход для этих позиций. Если после Ф6 белые устанавливают контроль за полем Е5, то у них, как правило, всегда перевес. Есть, кстати говоря, и более агрессивное продолжение, связанное с ходом Ж4. Но тут вот как бы дело вкуса. Но, на мой взгляд, ход слон Ф4 был гораздо сильнее. Но последовал ход конь БД2. Здесь я успеваю сыграть Ф6. Следует ход конь Б3, ФЕ. Здесь последовал ход конь Е5. А вот это уже, видимо, ошибка. Надо было играть ДЕ. Ну и, скажем, после С5 можно пойти БЦ, БЦ, С4. Ну и возникала вполне интересная позиция. Вся игра впереди. Но, как мне кажется, чёрные, в принципе, решили дебютные проблемы. Да, вот после хода конь Е5 уже у белых возникают проблемы. Следует ход конь Е5, ДЕ. И С5 тоже важный ход. БЦ, БЦ. С4, ладья Б8. И конь Е5. Да, белые создали одну угрозу подряд. Грозит ход конь С6. Я сыграл конь Д4. Следует ход слон Е3. Конь Е2, ФЕ2. Здесь я сыграл Д4. По мнению движков, пристального внимания заслуживает и ход ФЕ7. Возможно, даже чуть точнее. Но, как мне кажется, Д4 тоже хорошо. Последовал ход конь С6, ФЕ7. Конь бьёт Е7. Но бить на Б8 нельзя. Я просто убью ДЕ. И здесь конь не выходит. Он ловится. И у чёрных остаётся 2 слона за ладью. Это, конечно, выигранная позиция. Поэтому, собственно, конь Е7, ФЕ7. И слон С1. Здесь я с темпом хожу ладья Б3. Уже пограживает ход слон Д3 с выигрышем качества. Ну, или как минимум пешки. Последовал ход ладья Е1, слон Д3. Пешку я выигрываю. Сейчас Д1, слон С4. Ну, и возникает, по большому счёту, уже техническая позиция. Вот вам и, друзья, последствия прежде всего хода... Да, давайте вот здесь вернусь. Прежде всего хода конь Е5. Да, и в дальнейшем белые играли не лучшим образом. Но все проблемы начались именно здесь. Да, давайте вернёмся к партии. В итоге у меня лишняя пешка. Здесь я сыграл слон Д5. Естественный, логичный ход. Следует ход ФСЦ1 и ФСЦ4. Уже я накидываюсь. Грозит ФФ2 мат. Учёных все фигуры активны. Идеальный слон на Д5, который разрезает два фланга. Последовал ход Ф3. Здесь я интуитивно чувствовал, что надо сжатывать ладью. В принципе, интуиция меня не обманула. Ладья БФ3 это первая линия и сильнейшее продолжение. А вот после СЖФ я сыграл объективно не сильнейшим образом. Хотя тоже я сыграл АДФ3. Этот ход тоже, безусловно, оставляет за чёрными выигранную позицию. Но ещё быстрее выиграл ход слон Ф3. Но дело в том, что здесь, по сути, от угрозы ФСЖ4 нет защиты. Белым уже некуда ходить. Ну, возможно, вас удивит. Но первой линии для белых это ладья Е4 по два боя. Или ФСФ4. Ну, а так, к слову, здесь форсированный мат. Там, не знаю, 6-7 ходов. Да, здесь белым ходить уже некуда. Но если пойти там как-нибудь ладья А2, то просто шах. И здесь вот какой-то такой мат белый получают. Да, я же сыграл ладья, бьёт Ф3. Соперник играет ладья Е2. Здесь ещё пришлось найти сильнейшее продолжение первую линию. Ход Д3. Темповой под боем ладья. Ферзь Е1. Попытка разменять ферзей. Но уже не спасает. Следует шах на Д4. Ладья Ф2. Ладья бьёт Ф2. Беда белых в том, что ферзь Ф2 бить нельзя из-за ферзи Е1. Там всё падает. Белые сыграли ещё слон Ц5. Я дал шах на Ж2, король Х1. И здесь я мог поставить мат в один ход ладья Ж1. Но сыграл ФСЦ5. И здесь партия, собственно, завершилась. Но опять же, от ладья Ж1, по сути, нет защиты. Да, но я отмечу, что точность совпадений по скале оценок ЧСКОМ у меня здесь 99. Ну, то есть, представьте, по сути, неточность. Это ход ладья Ф3, который не выпускает победы. Ну, и может быть, где-то вот здесь. Там, например, вместо Д4 чуть сильнее считается ход ФСЦ7. Ну, а в целом, партия проведена действительно образцово-показательная. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Не забывайте оставлять комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok